Всем доброго времени суток! Сделаем обзор на синерылку. Какой хороший я ей совет дала от тошноты! Помогло ведь! Воспользовалась! И сразу вышла с обзором на... с брехлообзором на Эдика. Сутки назад она отвечала на просьбы, сделайте обзор на Эдика. Она ответила, там нечего обозревать, девочки. Едут и едут, но этот нескончаемый ремонт, там одно и то же. Там тухляк, там болото, там не на что смотреть. Но она в курсе всего, что у Эдика происходит. Вот правда, хейтеры это самые преданные фанаты. Она смотрит все видео. Потом, я вот в том видео смотрела, я вот в этом... Нечего смотреть, но знает от и до, каким воздухом дышит Эдик. От первой до последней буквы. Нечего обозревать, и ее тошнит. О чудо, выздоровела! Еще можно посоветовать ей от тошноты заходить почаще на канал к Диане, на Лёву посмотреть. Я, наверное, сделаю отдельный обзор, хоть на 3 минуты, хоть на 5. Но есть там, на чем поговорить. Может, на полноценный обзор и не наберется, но это жесть, ребята. Это просто жесть, что есть такие мужики. Кому-то Эдик плох, но вот это чудо. Я не знаю, как с таким жить. А все банально. Тошнота у синерылки прошла, потому что Севка не выпускал видео. А снять-то хоть ну что-нибудь, хоть какое-нибудь, но надо. Вот и выдавила из себя то, что выдавила. Деньги не пахнут, тошнота прошла. Вы так просили ее, так просили сделать. Вот целые сутки она не соглашалась. Таки уломали вы ее. Уф, да просились. Как она вначале высказалась. Это надо было слышать. Она так гордится своим президентом. Она такую речь толкнула. А лицо, ну опять же, она напустила тумана. Как она это все говорила. С чувством, с толком, с расстановкой. С гордостью и в сердце, и в лице, и в голосе. Прекрасно. А это точно ваш президент? А я думала, иранские. Кто понял, тот понял. Пишется история Виктории для нее, понимаете? Вот именно сейчас, вот с этим вот президентом Ирана пишется история. И не просто история. А как я еще раз повторю, если кто-то не заметил или не понял. История Виктории. Ну хорошо. Поживем, увидим. Время все покажет, ничего не скроет. Девочки, она посмотрела на гульнас и поняла таки. Она не так проста, как кажется. Она только видела такая тю-тю, да-да-да-да-да. В общем, такая тютя-матютя. А на самом-то деле не-не-не. Она еще и десяти лет не прошло, как до синерылки, как до жирафа на третьи сутки. Пока докричишься туда наверх. Уже сколько люди говорили, писали, замечали, что все там не так, как есть на самом деле. Как кажется, что гульнас. Она может и постоять за себя. Она может и ответить. Она может и прикрикнуть. Все она может. И голос у нее есть. Только и того, что... А зачем это все афишировать? Зачем это все показывать в видео? Севку упрекают. Все грязное белье выложил. А тут смотрят, говорят. Ой, показухой занимаются. Не так они совсем живут. Ну а что они должны показать? Все свои ссоры, склоки, скандалы. Если где-то что-то у них не заладилось. Где-то какой-то была такая состыковка у них. Они должны это все озвучить и показать зрителям. А зачем? А зачем? Так вот. Гульнас не так проста. Понимаете, пальцем в небо попала. Она такую постигла просто мысль. Гигант мысли. Куда бы теть? Околдеть можно. И она это все... Вот самое интересное, это с каким она тоном говорит. Я в такие моменты разворачиваю видео и смотрю, как она это все произносит. Да, в лице это тоже отображается. То есть надо и всем внешним видом показать, как это все. Чувства ее, эмоции. Ммм, что ты. И через несколько минут после того, как она сказала, что Гульнас не так проста, она рассказывает, что Эдик, какой он прям вот лопух, не воспользовался тем, что приходила покупательница. Как раз таки из Есентуков. Вот там, где собираются они покупать квартиру. И эта покупательница рассказала, что у нее большая, хорошая, просторная квартира. Вот как раз то, что нужно Эдику. И он даже не сказал, ой, а давайте мы как-то, может быть, с вами обмен сделаем там с доплатой еще как-то. Посмотрим. И вот вариант такой, идеальнейший просто. Но Эдик не воспользовался. Мне надо, говорит, с Гульнас посоветоваться. Ну, Гулька-то она советует. Но если она поняла, что Гульнас, ну, буквально, да, делает вид такой простушки, ничего не понимающей на камеру, то почему с нею не посоветоваться бы Эдику? Ведь Эдик ее лучше знает. И если Эдик говорит, я хочу с ней посоветоваться, значит, это имеет смысл. Далее рассуждает. Дом продать в селе гораздо сложнее, чем в городе. Ну, кому нужен дом в деревне? Странные вообще такие мысли. Кто-то хочет конкретно купить в деревне, чтобы и город был неподалеку, но жить в частном секторе, жить на своей земле по какой-то причине, там, воздух свежее, огород свой есть, да мало ли чего. Почему дом в деревне продать сложнее? Не все хотят жить в городе. До города, до курортной зоны так долго добираться? Да вообще-то Эдик не так долго добирается. И еще одно. Вот, пожалуйста, вот в этом же видео ей не приходит мысль о том, что покупательница же продает в городе, в Есентуки. Она продает квартиру и хочет купить в селе. Значит, не так сложно. Вот логики у этой тети Моти Синерылы нет вообще. Эдик говорил, что ехать надо где-то, наверное, километров 30. Это что, так далеко на своей машине? У нас в город за 50-70 километров даже за дорогу не считают. Это для того, чтобы поехать и купить продукты для семьи. Вообще, no problem. Хоть тем, у кого есть машина, хоть тем, кто поедет просто на такси. Не проблема. В городах люди из одного края в другой тоже могут добираться и по полчаса, и по 40 минут в общественном транспорте. И это каждый день туда-обратно. И ничего страшного. Половой брехлообзорчик на присоске. Вот она лучше бы двери покрасила в белый. Насчет двери Эдика просто поросем визжала. Как некрасиво. Так не делают. Рука жоп. Вот у нее все беленькое. Как в дурдоме. Но чтобы ничто ее не раздражало. И с нею было хоть как-то безопасно жить. Бемель у нее кожаная, белая. Конечно же, белая. Я как вижу этот диван 108. Аж глаза слепит. Просто вот такой он у нее белоснежный. А уж какой он кожаный. Это ж не в сказке сказать, не пером описать. Мебель. Она же тоже у нее вся беленькая. Вот шкаф стоит в спальне, она показывала. Белехонький-пребелехонький. И кровать такая же. Беленькая. И стулья не пластиковые. Не-не-не. Она же пластик вообще ни в коем образе не признает. Вообще-вообще. Это для Бешары такое. Это вот для Эдика. Туда, там. В Ставрополе. В Суворовской. Да. А у нее шик, блеск, красота. Все такое дорогое, белое, красивое. А какой у нее ковер ручной красоты. Царевна-легушка просто даже не соткала бы такой. Красоты невероятнейшие. Просто белые, с черным по краям. Немножечко. За две с половиной условных единиц. Такие цветные продавались. Но она просила соткать именно белый с черным. Она ждала три месяца его. Но другой не подошел бы. И она таки его дождалась. Ведь у нее в квартирке все беленькое-прибеленькое. Вы же не забывайте. Она же вся на стиле. Вот на нее посмотришь. Ну, сразу видишь. Богатая, успешная, стильная женщина. Пусть в возрасте, но шикарно выглядящая. Вот прям смотришь на нее. И видно, что это успешная женщина. Не какая-то там торговка с рынка. Да что вы, я вас умоляю. Даже близко этого в ней нет. Красота. Прическа постоянно такая стильная, уложенная. Легкий макияж. Ну, все дела. Вы что, не видите, что ли? Если вы не видите, то это не значит, что этого нет на самом деле. А вообще у нее в квартире, у нее комар носа не поточит. Ну, ни в чем. А квартира выглядит, как собачий конурав, в которой сидит старая облезшая дворняшка с пляшивой шерстью. Ну, не знаю, может, моль поела. Это только видимость такая. Понимаете? Она так шифруется, чтобы никто не подумал, что она такая супер. Женщина-кошка, женщина-вамп. Ой, и одета по последнему слову вторых рук. То есть, секен-хенда. Люди носили, 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 носили. Отдали ей на подстилку для собаки. Видимо, выпросила ли кошки спать на полу. Теперь носит она. Вот это наша икона. Бомж-стайл. Это ее стиль, понимаете? Это новое направление, новое веяние в моде. Первая модница возле мусорных бачков. Она там просто королева красоты. Что Гульнас может посоветовать? Она говорит, у нее же мозгов. А что может посоветовать вот эта синерылая сливоносая? Что она может посоветовать? Вот глядя на ее вообще внешний вид, на ее квартиру, Что она может вообще посоветовать? Смешно. Смешно вообще это слышать. Проспал этих шанс продажи. Весной хотели купить. Сейчас пришел покупатель. Ходят же. Ходят. А что спешить? Быстро бежать, сломя голову, Снова наступать на те же грабли со спешкой? Но люди сами решают. Даже если они этот шанс проспали, Это их шанс. Они так хотят. Им это все расхлебывать. Кто сейчас вот там вот живет? Они живут со своей семьей? Если они поспешили с переездом, Так ведь они же и хлебают эту кашу, Которую заварили. Ведь не мы же, правильно? Знаете, ребята, она поняла. Они сами не знают, чего хотят. Потому что Гульнас говорит, Я уже не хочу продавать. Вот здесь вот в зале цветочки поставлю. Вот она тоже. Значит, она говорит, Это просто моя работа. Вот просто работа. То, что я делаю обзоры, Я вообще к этим людям отношусь совсем по-другому. Я так понимаю, что ТВшку она любит, Как мать родную. Нет, мать родную. Вот так она ее обожает просто. А от Эдика она без ума. Она его тайная поклонница. Она влюблена в него по уши. Это мужчина ее мечты. Поэтому она так ненавидит Гульнаску. Другого объяснения нет. Это же просто ее работа. Она просто хочет угодить своему зрителю. Поэтому она говорит все вот эти гадости В адрес Эдика, в адрес ремонта, В адрес Гульнас. Только исключительно поэтому. Она так за чистую монету все принимает, Что они там говорят. Вот Гульнас сказала, А я уже, в принципе, и не против здесь остаться. Но может быть, человек тоже так размышляет. Может быть, хочу остаться, А где-то не хочу. Сегодня хочу, завтра не хочу. Но надо подумать. И они думают, и они не спешат. И правильно делают. Спешка нужна только при ловле блок. Ну или моле. А так, спешите мне куда. Зубы у Эдика. Все-таки, вот понимаете, она разглядела. И эта борода, она у него не просто так отрощена. Увидела она там где-то на какой-то минуте. Вы представляете, коршуном сидит. Вот это очки свои протирает. Они у нее запотевают, запотевают. От вот этого напряжения, что она смотрит в Эдика, вглядывается в его лицо, заглядывает ему в рот. Буквально, вы понимаете, девушка? Гульнас так себя не ведет в отношении мужа, а это чужому мужику в рот заглядывает. Что же там у нее? То она туда ему смотрела, пока он там на курорте ходил, отдыхал, плавал. Она оторвать глаз просто не могла. Что у него там в трусиках? То теперь она ему в рот смотрит, а зубов все-таки нет. Разглядела. Есть они или нет. Она пусть на свои лошадиные зубы посмотрит и приведет как-то тоже рот в порядок. Вместе со своим внешним обликом, ну и со своей квартирой, которая прям шикарная-то шикарная, но все-таки есть кое-какие недоработки. Пусть кисточку возьмет и в белый покрасит. Ну потому что стремно иметь вот такие рыжие двери. Понимаете? Стремно. Как она уверяла всех, пока не переехала туда. Сейчас она бы пройдет, если бы она там, сидя, делала обзоры, она бы слова не сказала про эти двери. Как это стрёмно. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok